Я немножко свой опыт, потому что сейчас благодаря тому, что вхожу в союз предпринимателей, объединили усилия и стало гораздо веселее, хотя я на, так сказать, индивидуальном уровне хотел боролся со властью, притом чаще всего своим клиентам говорю, не бойтесь жаловаться, то, понятно, у меня есть сейчас директор одной компании, он в три раза меньше меня, я говорю, понятно, что маленького всегда кто-нибудь обидит, поэтому я ему говорю, приведи меня, и последний раз мы с Ярославом обсуждали в статистике, за одну цифру его хотели оштрафовать на 265 белорусских рублей, и он говорит, так давайте, может, не будем уже, я говорю, подожди, лучше отдай мне 265 белорусских рублей, мы с тобой погутим, и нам будет хорошо. Теперь я просто рассказываю, как мы это реально делаем, я говорю, давай вот мы составим документы, я прихожу и говорю, я укосячил, я, ни он, ни директор, давайте разберемся со мной, я-то свои права знаю, обязанности знаю, и что вы думаете статистика? Они говорят, нет, с вами мы не будем разбираться, мы будем с ним, я говорю, ну вы же хотели меня, хотели виновного наказать, это я, я пришел, Ник Шинсон, давайте арестовайте, на дело, что скажу, уже Ярославу сколько раз напрямую себя обсуждали, добрая традиция сейчас везде, куда прихожу я, туда вызывают в милицию. За можно, за можно, да? Ну, предприниматель, который я полгода уговаривал, объяснял, что это неправда, что лучше имеется дочку-проститутку, чем дочку-предпринимателя, это несравнимо, я говорю, иди, мама, все равно не одобрит. Уговорил, пришли, естественно, пришла она ко мне проконсультироваться, я говорю, вот так, но я не налоговый консультант, не имею права консультировать, сходи в налоговую консультацию, там тебе скажут. Они проконсультировали, потом выяснилось, что неправильно проконсультировали, и кто виноват, естественно, она, и говорят, давай выпишем тебе штраф. Я говорю, нет, 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 теперь мы берем меня и приходим со мной, И пускай они при мне, тебе скажут то же самое. Девочка, я тебе... Стоп, стоп, Катер. Первая ошибка предпринимателей. Чему учу всех членов союза? Никаких устных разговоров с властью. Написали вопрос на бумаге, пришли, зарегистрировали входящий номер. На входящий номер получили ответ. А потом с этим ответом берете Александра Сергеевича. И вдвоем в письменном виде. Я поэтому предприниматели беру за руку и в статистике. Они еще даже не осознали, с кем они связались. А я говорю, так, согласно Конституции, бумажку мне дали. Бумажку они говорят, а зачем? Я говорю, не важно, зачем мне эту бумажку. И не видят, я к ним начинаю приходить, у меня папка. И мой адвокат сказал, судей, вообще не важно, что за бумажки. Главное, больше подать их к делу. И потом тоже с адвокатом, в статистике Ярослава Рашидова, ну так что там? Я говорю, адвокат задал мне хороший вопрос. Он говорит, ты хочешь выиграть дело или хочешь доказать, что они все козлы? Потому что, говорит, запустишь круги, потом не остановишь. Или ты просто хочешь, чтобы никто не платил штраф. Я говорю, давай оставим, потому что он еще, мой клиент, слишком слаб, нервно, судится дальше, а я без него не могу. Вот. Он говорит, тогда отправка назад, дело на рассмотрение. Это погубленное дело, поэтому успокойся. Вот. И с ЭПшником продолжаем. Приходим, инспектор уже в МНС, уже натренирован, что не надо с ЭПшниками. Особенно, когда приходит Александр Сергеевич, не надо с ЭПшником, он слишком большой. Естественно, взяли, завели к замначальнице. Замначальница начинает... Любой чиновник на вас будет всегда наезжать. Это его любимое занятие на вас наехать. Притом, когда маленькая женщина, маленький мужчина, им проще орать. Но когда прихожу я и говорю, хорошо. Знаете, с чего я всегда начинаю? Я говорю, статья о 3 Конституции. Кто-нибудь знает статью о 3 Конституции? 13 знает, 3 не знает. Статья о 3. Я всегда, я эту Конституцию называю документ, хоть бы день так пожить. Просто купите, она небольшая. Полистайте, охренеть, просто. Я хочу жить в этой стране. При этом у нас верховенство законов и самый верхний закон это Конституция. Но почему-то, когда мы спускаемся на самый низ, то все говорят, Конституция отменена. Я говорю, почему? Потому что статья о 3 Конституции просто не надо в не верить. Откройте, выучите наизусть. Я убиваю всех чиновников статьей 3. Там написано. Власть в республике Беларусь принадлежит... Народу. Мне. Я говорю, народ, я не знаю, кто такой, но конкретно я и есть народ. Гражданское общество, как хотите. Мне. Решение власть, народ, то бишь я провожу через исполнительную власть. Через вас. Я вас и спрашиваю, хотите вы что-то делать или нет. Я пришел, вы бросились меня отцеловать в те лица, которые я покажу. Почему я приходил... Стоп-кадр. Еще. Стоп-кадр. 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 Вот почему профессионалы должны заниматься своим делом. Мистичковое понятие чиновника. Каждый представитель власти должен на вас накричать. Ничего подобного. Высшие эшелоны власти. Лили Иванова, как вы прекрасно выглядите. Ой, вы вообще такая умная женщина. Что вы сегодня нам расскажете? Они думают, что у вас диктофон. Да, как замечательно. Обсуждение идет. У Шапира, условно говоря, единственный чиновник, который поддержал наше решение отмены коэффициента 2,5 на своем высшем уровне. А зная его отношения с президентом, как бы вы знаете, мы, в общем-то, открыли рты. И вот на эту любезность, что действительно, этот бизнес зажали. 2,5 коэффициента. Ничего не растет. Ничего не обсуждается. Боже мой. Ну, безусловно. Ну, конечно, мы поддержим. Результат обсуждения на общественно-консультативном совете в Госкомимущество. Мы выбрасываем предложение о, значит, понижении коэффициента 2,5 и ваше предложение, которое вы 7 лет лоббируете, о выкупе арендного имущества, потому что единственный представитель власти проголосовал против. Скажите, пожалуйста, Андрея Анатольевича, кто прогрелся в Волховце? Ага. Господин Шапкин. Да. Так что, понимаете, вы... Не надо, пускай в федерацию идет. Да, да. Поэтому, если закончить про МНС, я довел МНС до истерики. Они, естественно, кричали, мы вызовем милицию. Естественно, вызвали милицию, пришел мужик с дубинкой. Я говорю, ну, демократизатор, вы знаете, дубинка называется демократизатор. Я говорю, и что ты будешь со мной делать? А он не знает, что со мной делать. Потому что первое, что милиция, когда спрашивает, он пухой. Странно, я не пью. Вот, то есть, ну, может быть, когда-то я выпивал вам, когда выпили два года назад. Хорошо. Он дебоширил в суде. Когда мы по статистике судились в суде, меня выгнали и задало под предлогом, что я дебоширил. Дебоширил, я поднял руку. Да, это ужасно. Да, это ужасно. Да, да, это ужасно. В рот. Ну, то есть, семью поднял руку. Да, я же так поднимал руку. Я дебоширил. Представьте себе сумку. Естественно, судья, вызовите милицию. То есть, все сейчас вызывают в милицию. Я говорю, хорошо, куда я могу жаловаться на ваши действия. Судье никто никакого у них и там жизни не говорил. Она просто там упала и орала, блин, где милиция? Я вышел и говорю, куда я могу идти жаловаться. Ведь суд стоял на ушах. У них жаловная книга есть. Я руку подниму. Максим. Нет. Я с четвертого раза только попал туда, куда я могу пожаловаться. При этом в это время по суду населась в милиции. Я на выходе говорю, если там толпа бегать, то я в 1045 кабинете ищу, кому могу пожаловаться. Не понимаю, как же сосед мой попосели мне в психушке? Да, потому что я с этого ржу всегда. Я уже просто ржу. Потом милиция меня окружила. Я говорю, мужики, вы меняете, вы террористы ищите, это я. Они первые. Бухой. Говорят, да нет, хотите, мы сейчас шернемся, проверим все. Я говорю, расслабьтесь. Вот. Мой клиент, вот мой директор, вы же понимаете, у него качественный сдвиг в мозгах произошел в этот момент. Потому что до этого он считал, и он поменял сейчас, он за два месяца весь свой бизнес, он разошелся с партнерами, которые удурили два года ему голову. Он потом говорит, Александр... Он не знал твои эти фаширские привычки? Нет. Он всех боялся на этом. Вот. Он просто, он боялся своего партнера. Он боялся там еще кого-то. Он всех боялся. Кстати, если бы всех боялся... Живей боялся. И в конце он сказал, так, а можно мы... И как-то вопросы... И вот так решать? Я говорю, конечно, можно. Ты в этой стране самый главный. Бери, делай. А с двумя с нами же стилитью пяти рублями как получилось? Отправили на дополнительное расследование. И это назначает похоронен навсегда. То есть он заплатил? Нет, конечно. Нет. Нет, не заплатил? Нет, конечно. Самое интересное, в следующем году опять статистика. И вы же понимаете, я специально пойду на конфликт. Я специально подготовлю себе бумажки с опытом этого года. Потому что в прошлом году я их учил хорошо работать. Они им притом достали в суде бумажки, что в прошлом году я дебоширил. Но в прошлом... Я в позапрошлом не заплатил им штраф. В этом не заплатил им штраф. И в следующем году опять не подниму руку. Опять не заплачу. Потому что я прихожу, говорю, это вы плохо работаете. Они говорят, мы работаем хорошо. Вы должны подать отчет. Я говорю, да? Статистику кто-нибудь подавал в электронном виде? Нет. Я. Сколько там отчетов? Не спрашивай. Я только точно знаю, что когда там ошибки, звонишь, они говорят, слушайте, ты действительно можно с ним официально исправить. Девяносто три отчета. Девяносто три отчета. И они говорят, вы должны знать, которое подавать. Я говорю, послушайте. Я, конечно, тупой, но не настолько. Но там три отчета четыре. Три. Мне какие из них подать? Надо подать отчет один МП, один МП, там микро. Вы должны знать, что надо подавать один МП. Я говорю, ну я туп. Я звоню к вам и ни разу не получил от вас ответ в статистике ни разу. Это вы плохо работаете. Я, притом, мне начинает рассказывать отчет 4ОН, чтобы вы просто тоже знали, как специально делать эту систему. 4 означает, что это квартальные ОН, услуги населения. Запомнили? Один МП, а это значит раз в год годовой отчет малое предприятие. Запомнили? 12, это значит ежемесячный отчет. Запомнили? Я не подаю, из-за чего весь сезон, в 4ОН, потому что малое предприятие не подает услуги населению ежеквартально. Подает один МП раз в год. И там все данные в 4ОН, только одна цифра, которая есть в один МП. И я не подаю не потому, что я не знаю, что надо подать, а потому что я не должен подавать. Они говорят, а вы должны подать 4ОН один раз в год. Тогда я говорю, это должен быть отчет 1ОН. И они зависают. Слышите, может, ноги пошли? Да. 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 А сезон, да. О, поэтому, во-первых, обратите внимание на Лене Ивановну. Группу людей, которые работают с ним, Анатолий Исакович и так далее, это фантики. Честно скажу, когда я туда пришел, я понял, что не один я сумасшедший. Фантики. Да, потому что оказывается, кто-то что-то еще тоже делает, но в более высоком уровне. Второе, не можете сделать сами, позовите меня. Да, у вас. Просто, скажите, Александр, я не могу. Да, да, да. Тут пытается обидеть. Вы явно с вами работаете, если вы вступите в свои предпринимательства. Да, да, да. Потому что я еще раз говорю, когда на вас наезжают, я 25 лет в этой стране занимаюсь предпринимательством и пришел к одной простой мысли, которую озвучил Анатолий Исакович. У меня было два выхода. Или чтобы крыша поехала, или весело к этому всему относиться. Особенно наша вся система построена на том, чтобы я испугался. Но за 25 лет, например, вот я всегда привожу Минского района райисполком. Я больше всего не люблю райисполкомы. И всегда говорю, что это самая большая беда. Прихожу, и представляете, тут тоже маленькая рассказ. Прихожу, говорю, я хочу на прием к председателю. Мне говорят, а вы туда не попадете. У нас все расписано на 10 лет вперед. Я говорю, ну хорошо, начнем с жалобной книги. Написал жалобу, потом говорю, где кабинет, где я могу записаться на прием к председателю райисполкома. Говорят, в такой кабинет я захожу, запишите меня на ближайшее время. Они говорят, там места нету, все забронировано, все раскуплено, все хорошо. Я говорю, хорошо, тогда я иду сразу в обл. исполком жаловаться. Говорят, знаете, в среду в 11 или в 12, в какое время вам удобнее? Здравствуйте. Я говорю, в 11. Сразу же. Вот, я говорю, я тогда не буду, я пошел сразу жаловаться в вышестоящие инстанции. Но в жалобной книге я оставил запись, что хотел. Просто у них там много, сейчас в райисполком я прихожу, они говорят, здравствуйте, Александр Сергеевич. Я говорю, здравствуйте, и все осторожно смотрят, буду ли я их дальше иметь или не буду. При этом, когда я прихожу на заседание райисполкома, там сидит человек 14-15 мужиков и теток, некоторые в погонах, и они все-таки. Пришел предприниматель. Сейчас мы его... Но они не любят павлищики. Но они тебя не знают. Ну, да, но теперь знают. И начинают заколбашивать. Ну, я сначала даю это... Ну, вот, при этом председатель райисполкома, представляете, председатель райисполкома, которому сверху спустили указинку, развиваясь предпринимателя, то есть меня. Он мне заявляет, у меня такие, как вы, 14 тысяч, и вас всех надо закрывать. Я говорю, подождите, я сейчас диктофон включу. А так, пух, не включил. Еще раз. При том, начинает зам председателя, говорит, по регламенту, через 5 дней они должны мне были дать такой ответ на документ. Они говорят, а мы можем сколько угодно. Я говорю, еще раз на диктофон. На самом деле, вы можете прийти с диктофоном и сказать, если куда-то попадаете, и сказать, я записываю разговор, и это может использоваться судья. Поставьте. Все. Вы же понимаете, в статистике я пришел с диктофоном. Даже он, может, и не работал, они даже до сих пор не знают. Не могут. Сейчас я специально с адвокатами, потому что, когда я вся эта катавасия, у меня сейчас есть маленькая задумка. Я хочу, мы как раз были, когда в Ратанке заседали, пришла, это, там, дорогой президент. И просто вот все мои вот эти вот разговоры выкладывать на YouTube. Я просто так, чтобы меня там не сказали, что я там вскрывал, снимал. С нормальной камерой. С нормальной камерой они там все с инфарктом будут. Да, да. Это круто. Тогда не милиция, а скорость. Вопрос в том, на большую камеру, то они вот это не скажут, а на маленькую, чтобы показать, что они говорят. Нам надо предупредить их, что идет за... Я вот поэтому хочу вас снивать с крытой камерой, где-нибудь здесь себя накрыть и сказать, у меня было бы больше, посмотри. Вы понимаете, и все будет цветут. Поэтому, не бойтесь. А то, с чего мы вот с Ярославом всегда говорим, чего не достает белорусам. В первую очередь, я всегда говорю, это самоуважение. Почему? Я не был таким, я тоже боялся, что меня кто-то куда-то там пошлет и так далее. Просто столько раз посылали, что я туда столько раз ходил, что там ничего интересного нет. И вдруг оказалось, что уважать себя это не сложно. Союз предпринимателей тоже приходит и говорит, научитесь отставить свои интересы. Просто чем лучше мы в Беларуси будем отставить совместно, потому что по отдельности я специально разделяю власть. Вы же помните притчу про фрутики, что каждый фрутик по отдельности сломать далеко. А вот когда все вместе, попробуй ты это сломать. Особенно, ладно, если есть тоненький прутик, а если есть такое бревно, как я. Мы словом, ну попробуй, давай, карате, а мы посмотрим. Спасибо. Спасибо. Это надо отдельно, да. Пожалуйста. Можно бревно? А, прозвучение, да. Вопрос, бревно можно? Конечно. А у вас возникла ситуация в связи с статистической информацией, да? Да. Вообще, конечно, я уважаю вашу диверсионную подразумевую идею. Но если нет, то кто? На самом деле, проблема решается на национальном уровне, потому что то, что касается всей статистики, у нас она иррационально занесена еще из прошлого года. Теперь я говорю главный. Погласен. За что могут, не то чтобы бороться, какова идея, и я тоже об этом пишу и говорю, за то, что вы представляете данные статистики, вам должны платить. Мало того, что показывает наука, что в масштабе экономики достаточно отобрать 1350 субъектов хозяйства, по которым будет делаться полностью вся регированная статистика. Остальные не нужны абсолютно, это уже не то время. И второй момент. Статистика по этим 1450 предприятий, она должна оплачиваться из бюджета, то есть для того, чтобы держали счетных работников, которые называют бухгалтерами. И все остальные субъекты бизнеса, там 240 тысяч или малые, они вообще не интересуют с этой точки зрения, потому что есть такие системы, как маркетологические исследования, по которым мы точно можем узнать, на каких низших рынках, какие происходят процессы производства, сбыта и так далее. Поэтому, видите, я уважаю, что вы столько энергии потратили на все это, на самом деле, это проблема в мозгах вот этих ребят, которые сидят в правительстве. У меня уже получилось. Естественно. Получилось. Они решаются гораздо выше. Гораздо выше. Вот здесь, вот здесь, когда ваша диверсионная работа достигнет эпогея, когда будет 250 посаженных в тюрьму за протесты по статистике предпринимателей, тогда они прочитают, как делается современная цена. Правильно. Поэтому сейчас я сойду с предпринимателем, который капает наверх, а я снизу занимаюсь подружной работой. И я тоже. Друзья, вы еще договорились все до того, что нас тут диверсиантов объявят.